Храните в облаке Mail.ru лучшие моменты вашей жизни. Здесь ваши данные под надежной защитой, а автосортировка поможет быстро найти нужные документы. Памяти облака хватит на все самое главное. Облако Mail.ru. Надежнее памяти. Если честно, я думала, что это видео я сниму примерно никогда. Сто тысяч миллионов лет назад, до того, как были изобретены люди, животные и самокаты, я заказала себе посылку оттуда, с Шейна. Вы представляете, насколько давно это было? И я ее получила только что. По идее, здесь должны быть вечерние платья, которые я когда-то миллион лет назад заказывала, чтобы ходить в них на Новый год. Неиронично. Короче, давайте распакуем. Я пригласила свою самую главную фэнси-диву подругу Таню. Всем привет! Чтобы она оценивала мои профессиональные платья, потому что Таня фигни не посоветует. Платье под названием Красная Роза расцвела. Вещичка! И это платье. Ужасно отвратительного качества. И все прозрачное. Оцениваете степень его прозрачности, вы понимаете, вы смотрите на меня через платье. И вы меня очень даже неплохо видели. Я реально не понимаю. Объясните, вот что с платьями с такой грудью не так? Я не понимаю. Может быть, у меня, конечно, уже грудь обвисла, но как будто бы нет. Просто по логике вот этих вот платьев, моя грудь должна находиться где-то вот здесь. Прям вот здесь. Моя грудь находится здесь. И я не понимаю, почему такие платья заставляют меня чувствовать себя комплексующей женщиной. А я сегодня в образе пригламуренной и влюбленной в бренды Мамзели. Да, я сейчас стервозная великосветская... Носки топ. Спасибо, я знала, что вам понравятся мои носки. Спасибо, дорогая, спасибо, иная публика. Слушай, а мне она нравится. Я бы в нем сделала фоксессию в розах. Какого-нибудь... Вся такая воздушная и легкомысленная. Ну, то есть ты скажешь, что эта ситуация не окончательно потрачена? Вообще нет, мне нравится очень платье, выглядит роскошно. Мне нравится и корсет, и вот такой вот вырез на ножки. Он такой кокетливый качество, смотри, тоже выреза просто в лайк. Кокетка. У нас не хватает розочки какой-нибудь такой. Слушай, ну это платье я бы назвала вот роза, которая расцвела. Извини, а ты смотришь на платье или на меня? Мне нравится, я ставлю 10 из 10. Ничего себе! И, ребята, на нашем канале наконец-то появился человек, который не обсирает вещи. Похлопаем. Спасибо. 9 из 10 просто за этот вырез. Понятно, тебе понравилось. Нет, вырез супер, он супер секси, вот эти вот нитки мне не нравятся. А мы можем, пожалуйста, в твое платье тоже показать, как эталонное платье, как что-то должно выглядеть что-то нормальное? Вот давай, алая и белая роза. Роскошно. Оно как будто бы не так уж и плохо село на меня. Ну, конечно, да, торчащие нитки, просто посмотрите на эти нитки поближе. Ну просто, ну как так вообще возможно? Ужасные нитки. Я бы потом его тоже примерила. Теперь примеряется Таня, ставь лайк, если хочешь, чтобы все мои гости примеряли шмотки со мной. Какой бы позитивной я ни была, есть вопросы? Да. Знаете, у меня появилась идея, а что если сделать это платье чуть-чуть поинтереснее? Я просто пытаюсь спасти ситуацию. Ты знаешь, мне кажется, у этого платья есть очень большая проблема. Я, когда я его мировала, бомбилась, сидела. У него есть эффект, как будто у тебя проблемы с грудью, и она обвисает. Да. У меня так же самое. И я смотрю и думаю, это что, птос? Это что, вот он, он возрастной птос? А потом такая, да нет, ладно, все за хрень. Блин, я пока к вам выходила, я сто раз такая поправила. Я бы в нем никуда бы не пошла. Во-первых, я себя чувствую здоровой, буквально. Ну, потому что здесь просто видно все, и такое платье, ну, блин, это не безопасно в нем вообще куда-то будет. Вообще, да, я бы тоже не стала так рисковать. Второе платье что-то на зеленом. Что-то на зеленом. Надеюсь, здесь не будет волос или унизительной груди. Я не понимаю, почему такое клятое качество продуктов? Как может быть такое плохое качество вещей при таких потрясающих отзывах? Я реально потратила на это достаточно много денег. Я потратила на это евро 300. Это до хрена, блин. И я не покупала дешманские платья. Они в целом все стоят там, ну, евро по 70, по 80, по 90. Но мы опять с вами сталкиваемся. Вот с этой проблемой. Не, ну я не понимаю. Блинерка. К этому нельзя подготовиться. Так. Там упала звезда, там светила луна. Боже мой. Ты говорила, будет кринжовое платье. Это просто все. Ну, по размеру подошло идеально. Вообще не подошло. Посмотри, тут огромная хрень выпирает. Слушай, мне правда нравится платье. Мне нравится цвет. Мне цвет тоже очень нравится. Цвет офигенный. Слушай, я бы в этом платье пошла на выпуск май свой. Серьезно. Без шуток. Без шуток. Я бы просто его подшила. Как, ты думаешь, что было бы дешевле, чем купить новое? Да. Мне нравится, что оно такое классное. Очень красивое. На фотографиях будет классно смотреть. А вот на фотографиях согласно будет. Да. Будет очень красиво, да. На какое-нибудь блогерское мероприятие подожжимем пошло. Сейчас лето, жара. Идеально. Таня, с собой невозможно снимать видео. Ты все хвалишь. Ну, слушай, да, здесь позитивный персонаж. Один ваш лайк. Таня меня теперь фотографирует должна в этом платье. Я сказала, будет красиво выглядит. Вот, пожалуйста, давайте копирим. Просто ноль лайков на видео. Нет, исключено. Нам нужно доказать. Давай реально я буду просто доказывать всем, что я могу сделать из этого нереальные фотки. Хорошо. Договорились. Я пожму тебе ручку. Давайте. Вот так все происходит. А по факту я вот о чем думаю. Ты сейчас сказала о том, что ты наделал на выпускной. Но я знаю, что у тебя не было выпускного. Да. О, у меня не было выпускного. Ну, а какое ты платье надела на выпускной? Какое у тебя было в планах надевать, пока ты не приняла решение и оттуда не идти? В планах было надеть черное платье, потому что я была годкой. А теперь очень важный разговор о платьях на выпускной. Черное платье. Тоже такое летящее, воздушное. Но мне бы хотелось что-нибудь, ну, что-нибудь такое в готическом стиле. Вот смотрите, у нас это была годка. Да. А я была жесткая гламурка. Просто как мы махнулись. Жесткая гламурка. И когда я планировала платье на выпускной, я пошла. Но у меня было, я его, конечно, выбросила в магазин 18+. О, ура. И купила там красное платье. У него, короче, был вот такой вот вырез примерно вот досюда. Здесь вот как-то оно так по-странному сборилось. И здесь тоже все было голое. А, помогите. Так я планировала идти на выпускной. Но потом у меня были некоторые проблемы в личной жизни, и я не пошла на выпускной. Это у меня просто я ушла из школы, поэтому у меня не было выпускного. Затем я поступила в колледж, и тоже не доучилась, потому что поняла, что я трачу жизнь на то, чем я не хочу заниматься. Поэтому я просто занялась творчеством. И у меня не было выпускного. Грустная история. Можете поделиться историями о ваших выпускных платьях? Был у вас выпускной, не был? Или, ну, если он у вас сейчас был, прям будет? Какое платье мы выбрали? Да, вы можете прислать, кстати, фотографии в Telegram Лисы ваши выпускные платья. Кстати, да, давайте устроим отсмотр платьев на выпускной. Да. А мы будем хвалить. И валить. Конечно, хвалить. Вас только хвалите, мы себя можем, ну, я могу сама себя только кибербуллить, но всех остальных хвалю. Платье реально красивое. Ты мне сказала там кринж, ужас, трэш, я такая, а где? Все будет. Все будет? Ладно. Хорошо. Теперь примеряется Таня. Слушайте, вы зря наговаривали на платье. Майгааааад. Что это такое? Почему оно на тебя так хорошо сяло? Тебе цвет, фасон, кровь, даже размер. Потому что я стандартный XS. Вот встань рядом со мной. Я XS, и ты XXS. У меня еще рост метр семьдесят. Из-за этого оно, видишь, просто идеально. Тебе прям так и хочется какую-нибудь царскую, знаешь, красивую. Туфли, и да, вот такие вот женщины, как ты, байзят меня на покупку вещей. Потому что я смотрю ваши прекрасные, потрясающе красивые отзывы, думаю, о май гад. Посмотрите, как эта вещь на этой девчонке сидит. И я. Ну, слушай, лук готов. Реально, очень-очень красиво. Яйца с фруктом тебе тоже подходит. Неиронично. Кстати, это футболка из моего бренда «Одежда бездна». Ссылочка на группу ВК в описании, а еще на канале есть влог и больше инфы о шматках. Девочки из Патриков, нет? Буквально, вот прям вот с вазы, вот так вот иди. Как вы думаете, кому платье пошло лучше? Лисе или Таня? Напишите ваше мнение в комментариях. Платите грушу. Моя фигура буквально груша. Красивая, ничего не знаю. Подожди, а ты разбираешься в фигурах? А кто я? Да, я какой-нибудь банан? Нет, есть песочные часы. Это когда у тебя и грудь, и бедра, и узкая талия. Я всю жизнь думала, что я песочные часы, но потом мне написали, что все-таки я груша. Я такая, ну и ладно. Поверь, потому что мне написали в интернете, не здесь, не мне люди, правильно? Правильно. Блин, у тебя произогналась, я не знаю, как у меня эти фигуры. Ну, я банан-то, да. Плечи, типа талия и бедра примерно на одном уровне. Ну, не на одном уровне, да. Ну, значит, это, ну, типа... Квадрат. Ну, да. Прямогольник. Ой, да, помогольник, я просто не знаю, какой-то фигур. Банан. Какая у тебя любимая геометрическая фигура? Я не знаю, что ты видишь. Поехали дальше? Боже, сегодня у меня, конечно, уходка. Ну, вот, понимаете, да, постаралась, подуложилась, чтобы быть вот хорошенькой такой во время съемок в Пенси штука. Откровенно говоря, это не похоже на супервечернее платье, но да ладно. Вы знаете, только что я поняла, что я, кажется, немножко потерялась в пространстве, потому что я была уверена, что там одни вечерние платья, но это было настолько давно, что, в общем, какой-то топ. Что, Йен, это такое? Это похоже на брючки. Да, это действительно брючки. Размера XS. Как вам такой размер XS? Это, блин, на L-ку. Это реально L размер какого черта? Тут написано S. Но это не S, это большие штаны. Ё-моё, а что это за S такая? Типа, ничего личного, просто это не мой размер. Почему вы вечно недооцениваете женщин с маленьким объемом груди? Почему так трудно найти себе на свою задницу, которая, типа, да, она у меня смол, ну и что теперь? Мне, кстати, нравится. Почему я не могу найти себе просто что-нибудь на свою нижнюю жопу? И вот вынужденном вот такие вот S-сайзы получать. О, yes! Примерка. Вы знаете, вы сейчас очень удивитесь, потому что я тоже удивилась. Я не знаю, как это затесалось. Видео с платьем для выпускного. Слушай, если бы так пошел на выпускной, я думаю, все поцелили. А ты умеешь выбирать размер. Это XS. Реально? Да. И я не очень понимаю, что с этим брюками делать, потому что они очень странные. Это буквально ремень, и это тоже ремень, и он как будто бы немножко не сходится. А они разве не стекляются? Вот здесь вот должна быть еще одна полосочка, наверное. Нет, это вот так делается. Слушай, мне кажется, вот мы сейчас пойдем в ресторан, и в этом можешь в целом пойти. Ну да, так вот оно с меня падает, а то абсолютно могу вообще. Не, по факту здесь реально плохо, плохо все. Во-первых, топ, он очень прозрачный. Я не знаю, видите ли вы вот это, откуда идут бластеры прямо здесь и прямо сейчас? Или не видите, но он очень прозрачный. Вот эти штуки, они вообще не подогнаны, ну, под талией, вот все такое, потому что вот настолько бы меньше оно могло бы быть. И тянулось бы еще. То есть это странно. Ну и это вообще тоже ничего не держит. Фасон прикольный, качество исполнения. И бластеры, и все остальное. А ну! Ты можешь освещать нам путь в ресторан. Ну, смотри, не просеет. А ну да, ладно. Слушай, из-за того, что они очень большие, кажется, что они просто на низкой посадке. Кстати, может быть, напишите в комментариях, это низкая посадка или кринж-брюки. Очередная странная вещь. Я искренне не верю в то, что я могла это заказать. Это точно ошибка, но я не могу посмотреть, как ему... Я ничего не понимаю. Что это такое? Я не могла это заказать. И да, кстати, ребят, это XS тоже. Да. XS. Как это могло быть XSом? Линия плечей. Вот. А если я растяну, то будет вот так. Я ничего не понимаю. Неиронично? Сносите бездну. Прежде чем я покажу вам другую вещь, дорогие друзья. В общем, топ испачкался-то, оказывается. И не надо мне писать, что это из-за моих подмышек, антиперспирантах. Возможно, это из-за этого, но я буду думать, что это из-за того, что он пришел грязный. А теперь новая вещь. Ну, как новая. Во-первых, я бы хотела, чтобы вы оценили, в принципе, концепт этой вещи. И я не верю, что я это заказывала. Я не могла это заказать. Я не могла это заказать. Прекрасно. Ты реально думаешь, что я могла это заказать? Слушай, а Давид любит кошка? Да, мы любим котов. Тогда будет прекрасно для Давида. То есть это можно отдать Давиду? Да. Ну, Давид, как бы ты все слышал? Я не знаю, почему ко мне это пришло, но теперь оцени размет. Это тоже XS. Он выглядит как XS, я поэтому подумала, что на него заказала. Включено. Ну, принт топ, что я могу сказать. Да. Бесеточка. Мне там нравится, как вы вежливо пытаетесь эти вещи... Чичко спасти. Оправдать. Я просто думаю, как это можно кастомизировать, такая сразу, чтобы не выбрасывать эту вещь. Можно использовать ее как подкладку для котов. Для этого Майки должна быть какая-нибудь музыка с котами. Хапи-хапи-хапи. Следующая вещица. Недовольно открываю следующий пакет, потому что, как обычно, я накупила кучу хлама. Интересно, что это? Я не понимаю. Я просто уже ничего не понимаю. Что это за происки с рынка? Это реально какие-то рынковые истории. Качество. Реально. Вот знаете, раньше на рынок, ну или сейчас, может быть, сохранились такие рынки, я не знаю, давно не была. Такой же на рынок. А там вот эти вот манекены. Даже не манекены, которые мужик-констационный, а вот манекен такой, где только с одной стороны у него есть туловище, а сзади пусто. И вот на этих манекенах обычно висели вот такие вот странные кружевные сорочки, халатики. Прям они стоили обычно очень дешево, ну и качественник был соответствующий. Но как черт возьми, это могло быть у меня. А еще тут что-то написано на английском, но я ни хрена не понимаю, потому что написано waterbikes. Штука байкс. Так тяжело жить эту жизнь. Итак, еще одна странная вещь в рамках этого видео. Топик. Так. Сразу скажу, изначально я его отцеленько умотал, чуть-чуть совсем малость. А потом я подумала, что он нет, когда я его наделал, в принципе, не так плохо. Единственное, опять по размерчику немножечко. И возможно вы скажете, ну Лиса, ты же могла это затянуть. Не могла, она сплошная. Просто сплошная хрень. И тут как бы без вариантов ее затянуть, потому что ты ее затягиваешь, выглядит так. Ну что ты там снимаешь? Что ты там снимаешь? Что ты там снимаешь? А, понятно, конечно. Ну я, конечно, могла так снимать. Прикольно? Ну вот эту фигню я, наверное, все-таки переделываю, потому что она реально тупо странная. Ну да, она выглядит странно. А вообще сам топ мне тоже нравится. Ну сзади немножко подвисает вот вот лямочка. Это все нужно просто подшивать. Ну да, согласна, я еще заказать. Легче новое. Прошло, что это эксэски. Ну как я могу заказывать что-то другое? Почему? Почему вы недооцениваете людей с размером эксэс? Тебе это будет знакомо. Каждый раз, когда я в какие-нибудь съемки, где кто-то другой стилизует, я большими, огромными буквами всегда пишу. Я реально маленькая. Потому что, когда я пишу, что у меня размер эксэс, они все равно тащат на съемку S-M. Он мне, естественно, супер-мега велик. И в итоге на съемках происходит то, что на мне там все подшивают. Вот. И каждый, просто каждый боже раз я делаю вот эту вот сноску, что я реально маленькая. Когда я пишу эксэс, это значит, что я реально икс-икс-икс-икс-икс-икс-икс-икс-икс-икс. По видео вам это реально непонятно. Ну, типа, это вообще не видно. Приходим на съемку, и все удивляются. О, боже, ну ты такая маленькая. Такая, камон, я об этом вас предупреждала. Почему? Почему нет нормальной одежды на эксэс людей? Ну да, вот мы маленькие, но мы сильные. Смотрите, как мне на звук, кстати. Знаешь, прикол в чем? Я эксэс, а я больше. Ты эксэс? Да. Ну, вот в этом проблема. Последнее платье. Что-то на очень блестящем. Оу май гад. Из того, что я вижу сейчас, оно будет невелико. Блесточки профессиональные, блестящие. Бархат мягкий. По цвету черно, по блеску блестючий. По волосам... Это там чьи-то волосы. И это не мое. Да, это чьи-то волосы. Видимо, его вернули. У меня в руке чужие волосы. Я не знаю, что с ним сделать. Ладно, я выкину его на пол. Я человек небрезгливый. Внимание, вот сейчас будет контент, который реально... Я уже вижу блестки на шкафу. Отражаются. Выпускной 2014. Мне так нравится, блестяшки. Я так люблю блистать. Мне нравится. Вот это реально хорошо. Особенно значок или что это? Просто мне великовато в груди. Если бы я так не сделала, то бы вы все, ну, видели чуть-чуть больше, чем я бы хотела вам показать. Блин, это вообще топ. Это знаешь, как нужно снимать на камеру какой-нибудь блеск для губ и со вспышкой она будет просто сиять. Мы можем это потом организовать. Да, лайфхаки от фотографа. Блин, на самом деле единственный минус этого платья он был в волосах. Не в моих. Практически я до сих пор с себя снимаю. Видимо, кто-то его вернул. У меня нет такой возможности, потому что я получила посылку спустя два года после заказа. Ага. Но мне очень нравится. Мне даже кажется, что как будто бы Венси, который находится здесь, он, ну, дополняет картину. Как бы, знаешь, немножко снижает градус папуса. Блин, ну это роскошно. Если будет какое-то мероприятие блогерское, типа, не знаю, Великий Гэтспи. Я на нем пойду. Да. На самом деле он тебя очень сильно помнит. Реально? Угу. Я удивлена. Но я посмотрю потом. Теперь примеряется Таня. Блин, мне так нравятся эти три мужика, которые здесь стоят. Вот это так потрясающе. И две маленькие подситы. Бум-бум-бум-бум-бум. Я чую. О, как хочу я. Чую, как хочу я. Господи, бедный молодой человек. Ты знаешь, на тему тип личности, между прочим... Сейчас, подожди, я буду... Сейчас, Танечка, мы быстро говорим про тип личности. Кто-то у меня в телеграм-канале из подписчиков проходил, типа, тип личности. И у него, по-моему, выпала ЕНТДЖ или что-то типа того. И ему выпала знаменитость с таким же типом личности. Лиса АВАМИ. Я ЕСТП. Не врите. Не придумывайте за меня тип личности. Когда я сама открытую гвыру, вы еще придумываете, что я какой-нибудь козерог. А я, ну, за прочим, водолей. Это важно. Танечка, мы надежда. Он против. О, май гаад. Такая вот... У меня желание дать тебе все эти платики, они все смотрятся на тебе. Это невероятно красиво. Ну, я согласна, кстати, с Каролиной, что она полнит. Ну, реально. Я просто смотрю, у меня хорошо смотрится. Поэтому я не могу сказать, что она полнит или нет. Черный платье даже, наоборот, лучше. Да, должны как-то жить, а как-то скапливать что-то с глазкой еще. Угу, кстати. А еще в этом платье нельзя поднимать руку, потому что я пыталась как-то поправить волосы, и у меня просто выпало все. Да, у меня тоже, поэтому я закрыла его, боится. Знаешь, еще в чем самый главный плюс того, что мы проверяем эти платья вдвоем, потому что у нас разный тип фигуры, когда у нас такие вот эти вот часики, там, груши, бананы, что-то еще. У меня прямоугольник. Реально? Да, да, да. Есть такой тип фигуры. Банан. Но фишка в том, что у нас с тобой разные тип фигуры, и как раз зрители могут увидеть, как одно и то же платье выглядит на разных фигурах. Мне так нравится эта идея. Такое платье, я бы в нем тоже, на самом деле, никуда не пошла, потому что я себя чувствую в нем немного дискомфортно из-за того, что очень большой вырез. Здесь я не могу жестикулировать нормально, и вот здесь что-то скапливается, какие-то складочки. Все-таки люди такие странные, потому что мне все то, что ты только что описала, было максимально комфортно. Вот из-за этих трех платьев я бы пошла вот в этом. Интересно. Я бы пошла из всех, наверное, в зеленый, как я уже говорила. В зеленый с каким-нибудь чипомфортно. Это видео настолько отвратительное, что я потом решила, что вот в тему к этому видео очень даже будет показать вам платье. Примерьте его, потому что это платье я покупала себе, когда я ездила в пресс-тур с Вивьем Сабо во Францию. Мы были в Париже и в Ницце, и у нас был день, когда мы ездили в Монако, и там был дворец, в котором у нас был медгала, ужин с оркестром, живой музыкой. И вот так вот все было элитно, и я знала, что будет такое мероприятие, потому что я подумала и решила, что нужно потратиться на платье. Потратила на платье почти 40 тысяч рублей, это самое дорогое мое платье, потому что на платье я с таких денег потратить не готова. Обычно я готова потратить любые деньги на всякие худи, ботинки, джинсы, что угодно, но платье для меня это не самая нужная вещь, потому что, ну, так уж вышло. А теперь давайте ради интереса сравним просто пайетки на первом платье с Шейна и на вот эти вот элитные от русского бренда. Я думаю, видно, что это более блестящий материал и, наверное, он более дорогой. Вы знаете, это платье я решила просто на контрасте с теми, которые были до этого. Роскошно! Ну, конечно, это уже не Шейн. А, это не Шейн? Это, конечно, это не Шейн, это то, что я специально заказывала для того, чтобы поехать в Престор. Буквально, да, в Монако я поехала в этом. В Престор. Да, понимаю. Но, когда я ходила в школу, ну, в плане, когда я планировала платье на выпускной, он был где-то вот здесь вот. Что то же самое, только еще ниже. А так, в целом, немножко похоже. И там юбка была короче. Но, короче, для меня был очень важный момент, когда я покупала себе это платье, чтобы оно подходило на постель и было странное. Вот, мне кажется, оно достаточно странное. Плюс здесь есть даже боти внизу. Что-то, может, спокойно там делать что угодно, но я все равно надела туда шорт под низ. Олега хотела спросить, как ты в него ходила. А я шорты надела. Блин, офигенски. Блин, если бы ты сказала, что это Шейн, я бы поверила в это. Возможно, Шейн, знаешь, отдел премиум. Там же есть такая плашечка. Да, да, да. Платье, ну, не знаю, на шине за 7 тысяч. Ладно, дорогие друзья, кстати, не забудьте оценить каждое платье, какое вам понравилось больше всего, а какое точно мега утиль. И в каком бы вы пошли на выпускной. Что ж, такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, Таня супер, так что на нее тоже подпишись. Пока. Я рисовала это сама. Спорю, я не спорю, я просто говорю. Хорошо. Офигеть. Я просто не верю, что это действительно случается вот уже прямо сейчас. Я запустила свой личный бренд.